Ну что ж, четвертый день соревнований, летим в никуда. Шеф, что скажешь? Я посмотрю, может быть, что мы еще не полетим. Я думаю, что поднимут 18-метровый класс и нас отзовут. Но там, смотри, там небо-то синее. Да. Отсюда выглядело... Ай! Я? Друзья, коллега, Стефан Лангер, один из лучших, самый лучший ютуб-канал в мире, в общем-то. За постянул, за волосы. Раз, два, три, раз, два, три, раз. Шеф, хрюкни. Ага, хорошо. Молодец, хорошо хрюкаешь. Капитан Оптимизм, что нам сегодня обещают? Ну, дали чуть ли не 350, но самое интересное у нас, так, вот это Дунай, атомная электростанция, где там все светится, но это зона антитермичная. Угу. Мы туда все равно не полетим. Ну, подожди, как не полетим? Нам отсюда уже надо было, будет высоко быть. Угу. Дальше, здесь вдоль Дунай опять антитермичная. Угу. Здесь высоко, держаться высоко, пока опять где-то вот с этого места будет все хорошо. Угу. Дальше, это та же ситуация. Здесь высоко, здесь перескочить. Вот, только осторожно, видишь, я отметил высота аэродрома. Это запретки? Ну, запретки, но... Ну, красная там, где-то есть. И тоже вот тут надо как-то выскочить. Здесь опять будет все хорошо, но это потом уже до лед начинается. Так что... Грозы во сколько начинаются? Три часа обещают уже местные, локальные какие-то, где-то что-то. В чем особенность сегодняшней задачи? Как вы видите, тут зоны, это такие кружочки, пеу-пеу-пеу-пеу. Нам нужно пролетать два часа с половиной и как можно большую дистанцию взять, заходя в эти зоны. То есть, такой хитрый расчет. То есть, нужно с одной стороны не пожадничать, с другой стороны не добрать. То есть, худшее, что может быть, наверное, это, если мы прилетим на минуту раньше, ну, то есть, вылетаем не два с половиной часа, а два часа двадцать девять минут. Вот эта минута очень дорого будет стоить. А если мы перелетаем на минуту, ничего страшного, просто мы увеличиваем время полета и немножко роняем среднюю скорость. Но лучше перелетать одну, две, три минуты, чем не долетать хотя бы даже в тридцать секунд. Вот, наше задание, мы такое задание любим с Капитаном Оптимизмом. И сегодня я решил сделать такой музыкальный полет. У нас на борту, так как в прошлый раз ACDC очень понравилось, и, во-первых, всем, а во-вторых, Капитану Оптимизму, у нас колонечка бассейка стоит, которая, естественно, на минимальной громкости, не мешая радиосвязи и фларму, немножко легенько наигрывает музыку. Жалко я, друзья, вам не снимал, потому что очень нервничал. Мы падали на низкие высоты, 2200, упали на 1200. Тысячу разменяв. И ниже, и ниже, и облаков нету. И тут шеф видит одно облако, то, которое оседает принцесса. Ну что, Шеф, как ты? Хорошо. Когда мы начали вспыхать, это было только прыщи. Да. Оно, причем, было токлое, это облако. Это было вообще вспышечка маленькая такая. Тара-та-та-та-та-та. Тара-та-та-та-та. Мы одеваем парашюты. Парашюты, конечно, переуложены. Свеженькие. Прыгать можно. Спросите, за скольки спасать со 100 метров. Но это надо еще выбраться из планера. Ну, мы такой не любим, да, шеф? Мы не любим на парашютах прыгать. Нет. Я его использую как... Как сиденье? Как сиденье. Вы правильно. Я думаю, так ему и надо, этому парашюту. И привычным движением, изящным прыг. Прыг. Опускаем себя в чашку. Ой, как в домашней тапочке. Задняя кабина моя любимая. Здесь много места. Мало того, самое главное, что никто не видит, чем ты занимаешься. Можно на носу ковыряться, например. Итак, подруливает шмелек. Большое везение. Потихонечку убирается слабина. Помощник наш стоит, улыбается. Ну, как сейчас, как дадут. Как жахнет. Давай, давай, давай. Ну, разгон. Первый раз мы за шмелеком. Ну, метрофон 300, наверное, пробежал, не больше. Шмелек, ты вообще-то не закрыл воздушные тормоза. Да, шмелек. Пять метров в секунду. Да, 5,1. Вот это зверь машина. И это двухместный планер. Это я еще шасси не убрал. Убираю шасси. Это он не на полном газу, на 70%. Ну, он нас может и с открытыми тормозами затянуть, если что. Если что, ему... Пофигу. 5,6 метров в секунду скороподъемность. Вот, друзья, вы помните в предыдущих сериях я все время мечтал о шмелеке? Оттянуло нас пони. Стрелка высотомера идет как секундная. Отсчитываю. Щелк, 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 щелк. Вот бы нам, шеф, такие потоки сегодня, а? Не понял. Будем искать. Будем скоро оцеплять у нас уже. 650 метров. Вот, машина зверя дает. 700 честные, а все остальные врут. Ой, наш красавец шмелечек. Как ты умничка наша. Любовь моя. На 2 часа можно облако красивое. Ну, давай. Мы первые со своего класса. Такого еще не было. О, смотри, какая птица. О, это аист, гандрос. И много других. Ну, в смысле, несколько там. Несколько гандросов? Которые приносят детей? Да. Тебе еще детей сколько нужно? Нет, они сейчас в Африку, потому что в Африке тоже где-то живают. Конечно, в Африку полетели. Ну, на землю. Это мы пропустим. Пропустим аиста, да? Пока пропустим. Пропустим. Да. А тот вот по 0,8. Еще 18-метровый камень. Да, вот под нами, друзья. Это мы уже оцепились. А это до нас залетел. И вы сюда, да. Это этот адский шмелек, который поршневой. Слушай, мне нравится. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай. Давай, давай, давай. Капитан Оптимизм мечется под облаками. Особенно сегодняшняя погода, друзья, в том, что южный ветер. И довольно влажная воздушная масса. Видите, достаточно быстро все путает вот этими облачками. То есть облака смотрятся красивые, такие чемоданы. Но ни хрена не работают. Я в такую погоду обычно вспоминаю слова Клауса Ольмана, моего учителя, который как-то, когда я пришел к нему расстроенный, я говорю, Клаус, мне кажется, я разучился летать. Он говорит, почему, Игорь? Говорю, да вот вчера летал, каждое это шестое облако только работало. Он говорит, так это нормально, это южный ветер, так всегда. Привыкать. И вот после этого я знаю, если южный ветер, то, как правило, несмотря на очень большую красоту этих облаков, они, ну, до какого-то момента не работают. Сейчас этот момент еще не настал. Капитан оптимизировал, бросил мой поток в полтора метра в секунду и сейчас пытается найти лучшее. Возбудил шмелек, который тянул его 5,5. Он сказал, что теперь у нас 5,5 будет бездень. Да. Должно быть. Должно быть. Я только за, только за это, но пока. Ну, так нам надо научиться на сегодняшнюю погоду пытать. Да, согласен, учимся. Хоть южный, южный совсем. Ветер южный, никому не нужен. Друзья, капитан оптимизм обнюхал все облака. Он понюхал вот и то, и то, ему перед, и хвост, и вообще все. Обнюхал в округе, и вот первое облако, так сказать, работает. Ну, это вот тот самый случай, когда, как я вам говорил, что будет достаточно редко что-то приличное. А вот неприличного будет неприлично много. Какая у тебя была идея? Как мы взлетели первыми. И тем более, что с шмелеком очень быстро. То есть у нас сразу много времени. И у нас задача не только выбрать, а как раз посмотреть, как все выглядит с малой высоты, и как все это работает. Как можно, ну, чтобы понять, если вдруг по маршруту мы окажемся низко. Вот. И одна из теорий, то, что я хотел, что должны быть сильные потоки где-то, потому что сегодня нестабильно, и все будет перерастать в грозы. Когда в грозы, это все ясно. В грозе там подходишь. Но как выглядят вспышки с низкой высоты, и как они работают. Которая сторона? Философную, которую я хотел, подтвердилась. В общем, философ, капитан оптимизма. О, сколько она летела. Пора включать секретное оружие. По-моему. Оп. Да. Вечер перестает быть томным. 1650 метров мы выбрали. Кромка пока не очень высокая. Но должна расти с течением дня, по идее, да, шеф? Продолжаем нюхать все вокруг. Как что работает, куда как что движется. Вот этот подготовительный процесс перед большим маршрутом. Двух градусов, 15. Да, слушай, да оно может поменяться немножко. Ну, сильно не поменяется. Эта дыра будет стоять. Дыра будет стоять. Ну, тогда чуть-чуть в сторону отойдем немножко. Так, сейчас давай возвращаемся. Ой, снизу эти гандросы, смотри. Стаи летят до пони земли. Вот, на краю города. Как я говорю, как определить хорошее ли предстартовое положение у тебя? В хорошем предстартовом положении, то есть, место. Всегда найдешь кучу планиров. Потому что классика, она везде классика и... Физику не обманешь. Физику, и те, кто читают классику, как говорится, все знают. У нас сейчас грозы, поэтому мы хотим с капитаном оптимизма использовать тактику молниеносного рывка. То есть, чем позже к вечеру, тем больше шансов попасть в большой развал, быть блокирован грозой, ну и иметь риск посадки на площадку. Ну, грубо говоря, включение двигателя. Это неприемлемо для нас. Это фактически проигрыш дня на соревнованиях. Поэтому мы будем стараться использовать режим максимальной надежности. А для этого надо стартовать рано. Сегодня есть вариант. Стартовать рано, стартовать средне или стартовать поздно. Что-то из этого выстрелит. Нет, сегодня уже поздно не надо, потому что это AAT-таск, называемый, зонами. И каждый летит, куда хочет, и не обязательно ты можешь противника, как говорится, использовать. Ну да. Поэтому сейчас мы тоже уходим чуть-чуть обнюхаться и высоту сбросить. Да, чтобы под облаком интерцепторы не выпускать. Да. Подготовился. 5 секунд. 4. 3. 2. 1. Нажал. Все. Так. 34-ю мы уже можем. И у нас облако как раз на краешке. Как раз. Не знаю, выдержит оно летать не может еще в этом месте. Мы сейчас посмотрим. Да. Волнительно все это. Друзья, подходим к стартовой алюминии. 34-я минута. Мы под кромочкой. Подворачиваем. Стартуем. Стартовали. Первый поворотный пункт. Вот этот кружочек. Двигаемся к нему. Фу. Облака. Будем пытаться максимально использовать гряды сейчас. Погнали. Чуть не издели планер. Сегодня выиграем ход. Кто меньше будет крутой. Но хорошая гряда, кстати. Сваренькая. Свеженькая. Да, да. Она просматриваем. И пока она работает, еще надо. А, добра. Наблюдай за кем-пламером. Видишь? Да, наблюдаю. Параллельно. Потому что надо смотреть, как здесь все так слышит, что должна тоже преминать чуть-чуть. Вот, хорошо сработало. Это открытый глаз он не будет. Вон, поворачивает. Да, да. Был на разведке. А, и улетел. А мы дальше. Вот, наша линия пути вот туда. Сейчас мы просто к этому облаку придем. И под этой грядой к чпунь. Дальше. Вот нам кто-то крутит сейчас. Конечно, крутит. Главное, на нашей высоте не было никакого. По-наглому сейчас. Там с выпущенной шасси метают люди. Да? Ну, наверное, чтобы тормоза не пускать. Забавно. А может забыл убрать? Или на чемпионате мира не забывает убрать шасси? Да. Может команда земли не будет. А, да. Вроде как хорошо вот эта линия просматривается. Фигачиво. Тут, друзья, задача сегодняшнего дня будут грозы. Капитан Оптимизм все очень точно объяснил. Будут грозные. Поэтому далее задание. Такие зоны. Нужно в зону как можно глубже зайти. Как можно больше взять. И в этом случае все расползаются как тараканы. Как правило. И очень неудобно пользоваться друг с дружкой. Поэтому уже не столь важно. Опять же, облаков много. Не столь важно смотреть на конкурентов. День, когда облака. Когда безоблачное небо. И когда не поймешь, где потом. И мы поэтому рванули одни. Как мы больше все любим. Потому что когда мы летим не одни. Капитан Оптимизм обычно начинает дико нервничать. И в общем-то срывается. Давай. Ты сейчас полети по гряде. Потому что у меня нет энергии. Я буду двигаться по гряде. Соответственно, пытаюсь нащупать места, где есть подъем какой-то. Вот сейчас подходим. Видите, аппендикс торчит у этого облака. Небольшой такой. Я сейчас на него чуть подворачиваю. Ветер слева. Чуть-чуть слева. Поэтому я небольшое упреждение беру. Вроде как угадал. Можно скорость чуть поменьше держать. Так я еще опять разгоняюсь. Я что-то играю этой скоростью. Как только минус, сразу шпарим. Так. Четыреста. Я опять принимаю повышение. Так. Вот так красиво нам все. Видно, если мы пойдем чуть-чуть правее. Не знаю, не там, не там, дурак. Мы поехали чуть-чуть левее. Чуть-чуть правее. Нам сейчас, в принципе, правее надо поворачивать по маршруту, если брать идею. Может, закрутить? Вот так идеальный курс. Вот на это облако и идем. Подожди. Подожди. Так. Вот сейчас прямо ровно в зону идем. В зону как в зону. Мы там же тоже... Да, надо, чтобы... Был, был... Ты, 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 ты. Куда мы тогда, куда? Откуда. Но там тоже следующее облако стоит. Шеф, вот точно не надо... Не надо клюка давать. Через вот этот вспых, будет это облако, и потом... Прямо, в принципе, дальше идем. Или правее возьмем. Будет облако взять, но вот через это... Ну, вот да, но все правильно. Все нормально. Встань на борту. Что? В набор может встать. Не стей. Смотри, смотри, слышишь так. Вот этот кризис и начался. Видишь прогрева на какой территории нет? Вижу, да. Нам левее надо. Сейчас будем смотреть. Мы идем красиво. Сейчас запретки какие-то впереди? Да, запретки 12 километров, вообще тут. Застошуешься совсем не то. Так, первое... Первое у нас маленькое. Надо будет обойти атомную электростанцию. Мы можем. Мне показывает все хорошо в данный момент. Да, друзья, очень волнительный процесс полета. Прямо вот, я бы так сказал, аж сжимаются все сфинктеры. Потому что, фигачим, будь здоров. Пытаемся ловить гряды. Пока с переменным успехом. Ну, все-таки, этот проверяем, потом влево. Ну да. Как ты думаешь? Или влево? Нет, так было хорошо. Такая... Ну, она тухлая, это облако слева, совершенно тухлая. Слева? Умным. 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 Это точно. Так. Будем все равно им тухлая надо. И пикстать в линию. Так. А если по-другому? Так. Нам сейчас, знаешь как? А там солнышко уже светит. Она... 30 метров. А лететь нам туда. Да. Так что так сделаем. Идем по этой литуре? Ну, придется уже. Ты никуда не денешься. Тогда будем отворачивать там. Да, друзья, вот такая вот печерга. Летим как бык поссал, но по-другому не получается. Вот туда, ты сюда. Эти там дальше вообще дыры голубые. Да? Дыры голубые дальше. Там бы поточек сейчас посильнее, такой метров пять. Чтоб вынесло нас. Тогда сильно налево надо. Наверное, это сильно уже. Да нет, это сейчас нормально идешь. Под этот кусок риги дойдешь. По идее, нормально должно быть. Фух. Вот это облако, конечно, красивое, но... Все нормально. Да. Мы, коротко, если там на солнце выйдем, там нету... Потому что этот регион, который глючит все, да? Ну, понятно, да. Тень его. И в нем нету, не развиваются вот эти... Ну, понятно, но уже поздно. Ну, не поздно. Но справа такое же, грубо говоря. Ты сейчас от маршрута отойдешь. Хорошо. Так же возьмешь и прямо, и направо. Видишь, как все хорошо? Видишь? А ты боялся. И кто теперь сюда направил, скажи мне? Сейчас подправишь. Сюда меня отправил... Мозг? Не мозг. Судни дали такое задание. Отправили меня отсюда. Так, протянуть немножко нужно будет. Вот сейчас сюда. Да, да, да. И так, да. О, и крути. Ну, они такие с утра и были. Ну, 2,7 нормально. На 4,7 было бы лучше. Ну, иногда на 5 стрелка ложится. Ну, а на 3,3. Ну, 2,8, 3. Ну, все бед. У нас дальше дара голубая, поэтому надо выбирать кромку. Особо не париться. Самое тяжелое будет под этими огромными облаками найти поток, потому что совершенно непонятно, с какой стороны сосет. И хуже всего попасть в эти вот эти развалы, когда работает, 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 все. Потом чпун. Вот так вот разводилось, затянуло огромную тенью. Кера узнает, где там счастье. Живет. А счастье нам очень надо. Энергия. Пауэр. Дальше сложный кусок маршрута, поэтому нужно максимальное количество высоты. И что, мы идем в голубую дорогу в районе Думая. Придунайский Кирдык называется. Вот так вот. Ага. Да, хорошо. Отлично, шеф. Вот так идем. Потом направо подвернем в зону. Лучше так идти по прямой, чем... О, смотри. Вот ты по прямой вообще лучше добираешь намного, чем по прямой. Ты по прямой лучше добираешь, чем по кривой. Ну, не надо заправлять. Ну, ты так можешь пройти, потом правее и выправишь. Как раз на край зоны попадем, а там видно будет. Под грядой однозначно дойти. Пока. Какое направление, чуть-чуть, через это и потом чуть-чуть. Да, и правее как раз подправимся. И там, видишь, правее тоже блока висят. Зашибись, вот сейчас все хорошо. Концент получился. Да, а то был как-то совсем доскилый был. Вижу, да, есть запрет, адамная станция. Мимо нее проходим. Да, да, да. Сейчас идем прям к ласта в центр зоны. Идем зашибательские. Видите, друзья, здесь, как говорил Капитан Оптимизм, Дунайская антипоточья. Но так как день очень сильный, с вот этим переразвитием и всеми делами, то вот даже в районе Дунайского вот этого Кердека немножечко есть энергия, как вы видите. Нам еще дальше идти. А Дунай нам надо форсировать? Я придется. Да. Только я вижу. Потом правее, да? Да, да, да. Вот мы будем по этой... Энергетической линии. Ну, сейчас. Она такая мелкая здесь и будет. Тут и живут, думают, свои потенки. Но вот если бы вот этим поднабрать бы, кромочку бы, он праздывал. Ну, она будет, тут энергия. Она, если видишь, так вата. Ну, да. Ну, где-то с надо будет набирать? Не надо будет. На той стороне будем набирать. Да? Да. Во! Вот тут и вата, да? Да. Ну, как говорится, по высоте... Почти кромка, да? Почти кромка, а так как облако, ну, некуда ему, он нас, ну, не будет затягивать. Мы можем посмотреть, что он тут нам рассказывает, а? Ну, вот на пятистрел, когда лежит. Давай, все-таки посмотрим, что рассказывает. Три-два. Ну, это видишь только. Ну, с одной стороны, да. Да. Потому что некуда ему разбежаться вверх. Ну, вот. Словен говоря. Ну, зато линию хорошую взяли. Давай, вот, пошли дальше. Ну, все. Вот так, раз, и пошли дальше. А, да, раз, коротко. Да, видишь, как-то узкую, какую линию хорошую выбрал. Нормально. Ну, и дальше по прямой. А, да, хорошо, обратно. Зато мы проверили и поняли, что мы молодцы. Согласен? Да. Да. Дальше... Еще 900, друзья, даже. Да. Удачно получилось. Вот это вот кусочек прям удачный. Взять ручку? Нет. Тут может быть совсем другая энергетическая. Тут конвергентность может быть, поэтому... Ну, вот сейчас прямо, и можно потом налево будет чуть-чуть. Да, это делаем. Хорошо, да. Возьмем нам надо дойти атомную электростанцию. Да, да, да. Главное, атомной электростанцию. Так, Дунай. Друзья, Дунай. В одну сторону и в другую. Впереди остаток ряды. В общем, пока все хорошо. Баржи такие. Баржи? Да, точно, баржи. А капитан Оптимизм сосет под облаками энергию. Принцесса сосет под облаками энергию, а то... Капитан Оптимизм расстроился такой фразой. Говорит, что это как-то, ну, дискредитирует его. А принцесса отлично сосет. Так же, как этот, как под баржами рыба клюет. О-о-о-о, энергия, энергия. О-о-о, он будет даже без спирали тут фигачим. Ну, потом будет дырочка, конечно, небольшая. Но ничего страшного. Ну, там, да, она не очень широкая дырочка. Пока вот тоже просматривается энергетическая линия. Ну, а, прошли Дунай. Так. Пока. Мне взять ручку? Не дает ручку, друзья? Не даю. Пока принцесса сосет, пускай. Она сейчас минус 5 отхватывает. Вот сейчас посмотрим, будет ли вот это маленькое облачко работать. Она недалеко была, но вроде как выглядит красивая. У нас два варианта. Да. Один кольки, потому что мы взяли. Вот это официально 13 километров. Это небольшая. Сейчас, сейчас, да правее? Ну, есть, видишь? Ага, правее есть. Чуть-чуть. Или нет? Ну, пока прямо, мне кажется. Будем, не будем. Вот так вот, постараемся, может, вот, просматривается энергетическая линия. Да, согласен с тобой. Мне кажется, как вот идем сейчас, так и хорошо. Чтобы право менять гряду, это через минусайте. А так у нас, вот, принцесса посасывает, и хорошо. И таким образом мы от Дунай отдаляемся максимально. Почему важно, друзья, отдалиться от Дуная? Потому что у Дуная погоды нет. У нас, видите, нолики. Вот, даже и не единичка. Видите, как хорошо капитан Автибиза управляет принцессой. В его чутких руках она сводит чудеса энергетические. Ну, это у нас сейчас по прямой, но, видите, тут вспышечки есть. Может быть, какая-то под ними энергия есть. А сменить гряду на правую было бы неправильно. Ну, его тоже бы правильно там и здесь, там, вот, пересечения, выходные энергетические стекли. Понятно. Ну, вот смотри, какая у нас хорошая линия. Невесомость делает он. Вот, видишь, как хорошо ты идешь. Умничка. Не знаю, кто умничке, принцесса или ты. Да, друзья, сегодня день с энергией. То есть, принцесса занимается тем, что выкачивает энергию из атмосферы. Останавливаясь в плюсе, как замедляясь и разгоняясь в минусах. Это полет дельфином. Принцесса летит, как молодая дельфиниха. Веселая. Ой, дельфиниха. Оп. Отлично. Вот этот звук, друзья. У меня заложило уши. Капитан Оптимизм нашел вырубку в лесу. Песчаную. И прям заложил мне уши. Реально уши закладывает. Не, реально? Реально аж прямо. А что ты хочешь? Больше 4 метров в секунду. Пятерка. Вон, друзья, висит стрелка на пяти. Вот это теперь и дунайские неработающие места. Нет, мы уже, наверное, чуть-чуть проскочили. Да. Это вам не пухрый-пухрый. А знаешь, что это значит? Что значит, шахт? Что мы уже слили 5 минут в том... В предыдущем потоке? В том, когда 2,7 было. Слушай, ну один раз слили. Ты, шеф, вот... Нет, нет. Я просто... Такие выводы нужно делать. Нужно, да. Да. Нужно делать, чтобы мы проскочили зону, как ты сказал, сформировавшейся кризой и вышли на оперативный простор. Мало того, кромка здесь выше. 2 уже... Уже... Очень хорошо. О, как кладет капитан-оптимизм. Один к одному, один к одному. Да, здесь надо набирать подкромку в этом 4-х метровом. Потому что уже облака сосут. Ну, в данном случае сосут принцессу. Засасывают. Засасывают принцессу. Да. То есть облако замыкается сама на северном... Ну, не замыкается, начинает качать энергию вообще так всюду. И вот это все скоро начнет расти немеренно вверх. И образовываете грозы и здесь. Пока здесь до гроз еще не дошло. Так, а тут как по ветру, и что средний, все-таки... Выходим? Ну, крайний виток, да, и выходим. Я тебе скажу направление выхода. Не, по тому же, как репили, чуть-чуть там протянем по этому облаку и посмотрим. Чуть-чуть сейчас протяни. Вот тебе как раз выплюнуло из потока. Вот так. Она сейчас подкромкой... Вот здесь. Вот так, таким курсом давай, погнали. Но мне по маршруту рисует немножко оптимизировано. Ну, можем и сюда пройти, да, до конца зоны. Смотри. Проказ стоит... Да, вот сюда, да, да. Ты прав. Абсолютно. Левее, да. Проказ стоит. Переда надо... Ну, и мы клюнем край этой зоны и пойдем дальше. Все, приехали. Ну, поехали, ладно. Человек повернул дальше, в следующую зону. От следующего облака. Я веду, что если в пятерочке вы встали в набор, нас бы ветром ждуло как раз еще чуть-чуть. Ну, нам и берете. Ну, там ветер не сильный. Ну, это дождать, так. Потом правее надо будет. Во! Друзья, следующая гряда заработала. Взяли вот эту зону и идем во вторую. Идем как раз под грядой, очень удачно. Держим высоту 3200. Капитан Оптимизм шпарит на все деньги. Вон, как это на экране голубом выглядит. Так, дальше голубые экраны. Что мы будем делать? Дальше идем по этой гряде. Так, есть вопрос такой. Идем по этому же курсу чуть-чуть милее. Ну, вот сейчас да, а потом чуть правее под следующего облака. Вот как так, линия примерно такая же. Или можем вообще просто по прямой, так вот. Просто по прямой, конечно, вот так вот. Ну, хорошо. Ну, сейчас где-то нас оплаживают с этим облаком, да? Да, с этим обманывают пока. О! Уже не обманывают. Типа дурочки приехали. Дунаю не видели. Ты хочешь ближе к Дунаю? Нет, я просто что обманываю. А. Пробую. О, видишь, как ты хорошо и обманул. Вот как принцесса хорошо энергии всосала. Кромка опять 2200. Так, ну смотри, можно таким курсом, а можно чуть правее. Ну, такое это облако ближе, согласен, да. Ну, да, но дальше надо все равно. Дальше надо правее будет подправляться. О, смотри, кто-то летит. Где? Под нами, вправо. Ну, да, это будет. Это что, он уже был во второй доме, кто может? Конечно, на 17 метро был. Я спортовал, у них примерно по позже, на 7 метро. Ну, может, да. Так что? Да, я думаю, таким курсом и идем, сейчас, как сейчас. Как сейчас? Да. А, они как-нибудь? Не, они какие-то дохлые просматриваются. Атомную электростанцию мы уже облетели. Она где-то вот там слева осталась ровно под 90 градусов. Вот видимо, тот городочек на берегу Дуная, вот там и станция. И, собственно, да, она на берегу Дуная и стоит. Мы спарим под той же грядой, которые были, вот ближайшее облако, дальше еще какие-то облака. Альтернативная линия была бы вот облако чуть справа осталось бы. Но не уверен, что это было бы правильнее. Ну, может быть, но уже, вот мне кажется, у нас хорошая линия. Не надо ее сглаживать. Это хорошо. О! Ну, не просто через немасаживание. К вам. Идем еще к этому, да? Ну, то что... Через это вернемся? Да. Ну, давай, наверное, так, да. Что-то мне... Оно нравится больше? Да, да, да. Но я согласен, что они были смотрели совсем никак. О! Не знаю, за что ли мне. Призморачиваюсь это. Обманываюсь я что-то. Ну, не срочно бухнет. Посередине вот он. О! Вот он, да. Причем. Да. Сейчас, молодец. Умничка. Ты конь-огонь. Ты просто опупенный. Продолжай в таком же духе. Хорошо. Ну что, друзья, проскочили большую голубую дыру. Вот. И взяли хороший поток, сильный. Причем взяли низко. С 1300 по классике. Разменявшись против ветра. Ну, в идеале, конечно, было под гридой идти, но... Хе-хе-хе-хе-хе. Где ж я возьмешь-то теперь? Ю-ху! Да. Сейчас можешь музыку поставить. Есть. Погнали, шеф. Да, когда вот так кипит океан энергии, друзья, нет ничего лучше, сидите. Стрелки лежат. Ю-ху! Продвижайся кромкооблаков. И похоже, в обратную сторону у нас тоже энергетическая линия. Что поет громче? Вариометр или Сидиси? Та-та-ра-там, тара-та-рым! Ю-ху! Давай темп, шеф, не избавляй темп. Не буду. Не буду. Наш истребитель стремительно набирает высоту. 1800. Наберем 2200. В районе Дуная растут грозы. Да, нам они не страшны. У нас линия при Дунайской депрессии, которая пробила молодыми облаками. Там-там-там-тарап-там! Но сюда мы, конечно, дошли очень красиво. Это, наверное, вот прям вот жалко, я, друзья, вам не снимал, потому что очень нервничал. Мы падали на низкие высоты. С 2200 упали на 1200. С 1000 раз меня. И ниже, и ниже облаков нету. И тут шеф видит одно облако, то, которое осизнает принцесса. Ну что ж, как ты? Хорошо. Когда мы начали стекла, только было только прищи. Да. Оно, причем было токлое, это облако. Это было вообще вспышечка маленькая, такая, пик. вообще ни о чем. А сейчас это тоже чемодан наличивая энергия. Точка разворота, мы сюда пойдем назад в следующую зону. Слушай, будем брать еще зону дальше, или все? Ну классику тянет против ветра. Ага, понял. Что это был. Следующему надо то, что сверцо затем понял, да. Спасибо ветру, который нам помогает, да. Помогли дальше и звали моему сюда. Ну, класс. У тебя средняя больше четырех. Это было. Где-то таким курсом. Погнали. Потом выпрямиться. потом тебе правее надо будет взять. А нам дистанции хватит? Что? Я веду. Сейчас правее надо с градусов. Ага. Хорошо, хорошо. Отлично. вот таким курсом нам. Ну, если через пикотерик проверили, да? Что уже не повторяем? Ну, это коротко. Ну, вроде как. У меня задача рисует по нашему шестьдесят шестьдесят пять километров осталось. Ну, ну, не нравится. О, а теперь уже нравится. Вот, уже не нравится. Главное, тут крутил сколько. Чуть правее, и нам потом правее надо будет. пузырек тоже. Куда-то не попали пятерок так. Либо надо было скидить. правее. А, иди, через пузырек пролетел. Может, здесь как раз лучше будет. А? Ну, или следующее уже. Следующее, следующее. пузырек. Так. Крутит? крутит, О, как раз. И хорошо крутит. Хорошо. А, смотри, покрутил, еще. Не очень, тот свалил. Да, бросил. Бросил. Не бросил. Подцентрировал. Не бросает. Ну, что, на скорости заходим по... по классике сейчас... По классике. Ну, ребята, мы надеемся, что вы нам в центре чуть-чуть показали. Да, пошли вы все. Они ушли, а центр в другой стороне. Да. не дохлая, не дохлая, а вроде как... придерживает. И слава богу. нам надо понять, как дальше левее, возьмем, да, чуть-чуть, потом. Поджжурное облако. Только вспышку пройдем потом. Ну, вспышку, да, согласен. спарим параллельно Дунаю, пытаемся брать гряды облаков. В общем, все хорошо у нас, друзья. я говорю, это облако питается от земли, потому что... Полники. А? Полники. Полники и плюс освещение хорошее. То есть, оно должно работать тут вообще-то какая-то должна господ. Да, да, да. Потому что сразу в сторон во время солнца, когда крутится, оно все время будет работать. Соглас. Выглядит прям очень аппетитно. Ну, сейчас главное найти, где живет лон. Да, вот у Шоболковитя уже довольно крупная и достаточно сложно найти, где же под ним что живет. Так что, в предыдущий раз вот мы зашли в поток с другими планерами и только время потеряли с ними. Потому что не нашли сразу, где живет. Вот, заходим. О, там, белизна чуть-чуть. Прямо по курсу белизна. еще не дошли, Белизна, белизна, но... О! Энергия! энергия! Ну, зашатала принцессу. ну, ну. Без перегрузки, потому что еще не знаю, где она. все. все, энергия пошла. Да. Чуть-чуть, мне кажется, протянуть тебя на солнышку. Ты щупаешь, да? Большие, большие, а вот потом попробуй. Сорвал, сорвал, я специально, чтобы остаться очень близко к этому центру. Но видишь, на вот такой высоте уже самое, надо чем перемещается, но нет хотел бы… Но энергия куда-то исчезает, смотри, у нас грейда сформировалась неплохая, может пойдем по ней? по дороге чуть-чуть сейчас, сейчас тут он же может жить и почему мы не можем его здание найти в его берлоге одна голова основная, то другая выскакивает, но мне кажется, через 45 градусов нужно протянуть вот сюда я согласен берлога богова дракона в логиве голова ну отцесет транзеза или нет мы шприцессу тебе привели да, давай ну почти сейчас ты с перегрузкой закрутишь в своем любимом ты опять нарисовал свою любимую да вот дикозябру ну чтоб это, чтоб берлоги выманить выманить дракона яйца у тебя такие или нет? ха-ха-хахахах ха-хахаха ха-ххахахахаха над уех not like применого эта уеха так сразу говорит нет я сейчас я только по подобнока чтобы я понял, да уходим уходим ну неплохо конца концов и загоняли дракона погнали грида молодая работать будет хорошо 2 200 почти под кромкой так нормально все шпалим дальше давай музыку эх! хе-хе-хе! шеф потребовал музыку чуть левее а, ну ты под центр, потом, да пара-пам-пара-пам классная гряда, должны шпались хорошо погнали, вот под гряду идет ниже па-рам-пара-пара-пам шпалим да давай, да, правее еще сразу же не будем клюк делать а то клюк получается погнали да-да-дам да-да-дам тара-дам подходим к краю зоны хочешь чуть под облачком, например, направо? направо чуть подвернулся ага, вот так оно вроде как растет достаточно ну все какой-то минус взяли адский значит, должен быть и плюс все под грядой, как молодой лень скачет видите, с принцессой ну последующее хорошее по один раз набирать надо будет все будет? ну все нет что ты можешь больше сильнее побольше можешь дать принцессе поглубже потолще поширше что ты подольше можешь так выдерживать за не скоростной секса как это продленный кассе ничего не могут импотентус 8 чуть левее лишь в экране стоит в час за 15 до вот еще еще чуть-чуть против ничего еще еще тут у кощей сильное место эргенную зону кощей давай спасибо спасибо я кончил суши ну четыре с половиной кощей может пока пока держится друзья у нас сегодня шутки про кощея и жмей горыныча а шеф рисует клубочки капитан оптимизм видите рис рисовал слушай а ты нарисовал ему знаешь чё я даже стыдно показывать это глубоко заевым любителям ледных видоспорта напишите в комментариях что это капитан оптимизм нарисовал кощею ну я хотел олимпийские звезды у тебя получился ты увидишь будешь ржать слушай нам главное в облако не войти а почему потому что снимаю это сами себя будем сдавать да сами себя будем сдавать разгоняемся но у нас сейчас выбор очень интересный ну вот так дальше идти ну вот так дальше идти ну вот так вот так вот так дистанция будет больше ну потому что тогда мы в любой момент с нами домой еще час то есть ты хочешь сейчас через гряду дойти до сильного облака которая правее да или прямо которая нет чуть-чуть на первом часу а понятно я бы к левому сходил бы я бы которая левее сходил бы в один заправился и откуда домой только все равно зацеплю чуть-чуть вот чуть-чуть либо минута либо плита либо оба конца подворачиваем уже вот первый тоже должен работать озеро друзья посмотрите на горизонте я когда сюда ехал видел гигантское озеро вот оно как раз появилось на горизонте это самое известное озеро да чуть левее поток стоит поток левее стоит левее? да солнце ветер солнце ветер я не уверен солнечный потёк ну хорошо вот теперь к облаку прямо которая и оттуда разворачиваемся да и оттуда разворачиваемся где работает это ну то что я рисовал да у тебя вот смотри вспышка есть по дороге да через неё но это не дано ты больших драконов соблазнял а я маленькую змейку соблазнил да я помню а там то что было вершинка у него работала ну ещё дальше идём ну давай идём ну не надо делать она просто там перестала тебе давать ну она дала немножко и потом раздала вот сейчас чуть-чуть выцепляем чуть-чуть вот это облако ага сваливаем домой подходим к краю зоны и будем её брать и идти домой до дома 140 км сейчас ну нам выгодно край этого облака взять и уже тогда под ним подвернуть домой чтобы всю его энергию выпить всё уходим вот так следующий всё домой всё домой ну ты только по облаком пройди да да ну и почти там потом направо надо будет подвернуть ну может под этой грядой почти домой всего 30 градусов косинки во дракон жил здесь отлично идем сейчас вот под этим облаком хорошо должно быть если что может быть стоит набрать потому что дальше кромка будет падать вниз если будет 5 метров можно взять 5 метров у тебя пока нет потому что запомнишь да за дунаем кромка была ниже дальше но делать нечего все равно надо идти это такое хорошее налившееся облако ооо есть энергия да не 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 все хорошо шеф тебе покажет принцессу все свои трелести наградить тебя лаской если хочешь увидеть что у принцессы между ногами ты должен ее поднять до самых ровных до самых облаков до самих облаков в облака не забрасывать видимость там плохая ничего не увидишь ну какой-то такой халтурщик не удовлетворяет не удовлетворяет процессу слабоват но старается смотри старается сейчас как критиковать начали все сразу же стараться начал ну все один раунд не держишь а я такой все молчу в деревне расскажем что ты меня да но это уже лучше причем концовка была хорошая погнали высоту не перебирать дм 500 хорошо ну вот таким курсом чуть правее даже на 20 градусов правее ну вот выйдем и подправимся под облако спарим до дома 132 километра но это я так понимаю до спрямляющего но не через дорогу было идти через дорогу как то тоже глупо было идти да думать надо согласен совпадает вдоль этой херни запретки нет запретку не знаю если залетели то залетели но я сколько читал вроде не залетели там кроме атомной сегодня ничего они не давали такого сногсшибательного ну вот прямо по курсу нам надо идти мы четко на аэродром идем и на аэродром летим и выбора нету ну в общем то да подходим к Дунаеву за аэродрома 105 километров друзья грозы которых обещали не случились пока на равнинах чуть чуть все и мы не так уж низко чтоб там уже там угол сноса то есть это либо работает либо не работает ну сейчас друзья подходим под гряду у нас получается небольшой крюк относительно маршрута но однозначно надо под гряду вставать и уже домой поглядите впереди крутят о тем более впереди крутят и они сейчас тоже домой о мы нет ни домой ну вот будет стоять как раз хорошо будут попутчики у нас это хорошо потому что долет это сильная сторона капитана оптимизма надеюсь что на чемпионате мира тот кто тут крутит не крутит на какой то там извините двухметровым а я не могу не могу кто это у нас такой красивый посмотрим посмотрим что они нам за подарок принесли что за красивый планер не знаешь но красивый три я три два принесли где то нет ну крутят видишь что а вверху сверху не вижу сверху потому что был сверху этот закрутил к верхнему в общей сложности не так и плохо но что то уже начинает тарахтить змей гориллыч змеи гориллыч змеи гориллыч это да и это мне не нравится потому что это далек а протянул то хорошо грамотно вот здесь вытарахтить 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 из этого тарахтить сюда протянуть да и крутить дальше красиво пляжики барзу по полной программе о видишь ты его сразу сделал ну у нас принцесса покрасивее двухместные наши средний поток уже все неинтересно что вы тут ребята делаете чемпионами мира хотите стать а вас надо учить да да не понимаю я таких уходите отсюда уходите ну пошли ну мы пошли если чемпионов мира надо учить то мы так и сделаем потому что гряда мы под гридой точную энергию получим две двести девяносто три до поворот до спрямляющего грубо говоря мы при замкинся все более по прямой лучше вот оно где было ну поляки ну ну бог с ними тут тут еще всякое будет да будет еще будет ой 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 в коротком промежутке а если в таком глобальном глобальном когда лед делает это все наоборот работает надо оставлять чтобы видеть ну понятно зазор конечно я с тобой согласен да зазор должен быть между кромкой мы спорим друзья нужно ли оставлять зазор между кромкой облака и и нами вот капитан Актиниев сказал что нужно я согласен впереди просматривается хорошая красивая грина по которой мы можем сейчас увидим тут знаний придется потому что оно такое грозное грозное да вот что во что обещали грозное и вот как раз в сторону нашего дома вот как раз какие-то жопки растут я почему говорю что повыше бы ну почему у нас хорошо все с высотой будет бляд так трясется да вот сейчас самая веселая часть маршрута далек 86 километров 2000 метров все очень весело долетели до грозного чемодана и под ним ничего хотя есть минуса да минуса пылесос собирает энергию вот с этого плата огромного ну не будет должно будет оп может чуть правее как ты думаешь подожди сейчас эти два срастаются между ними опять будет я тоже так думаю должно быть не обязательно будет высота у нас 2 как я хотел шеф как я хотел как я хотел отлично 82 километра у нас 2000 хорошо хорошо надо еще будет под гридой если высоту не потеряем все замечательно все тут будет какая-то тут пустошь справа такая глобальная еще будет и такое грозное облако вот посередине идем ну ну посмотрите друзья какая интересная пустошь пока там капитан очевидно изрубится восходящих потоков мы летим над какой-то гигантской пустостью а впереди прям гроза прям с наковальями уже видно так возможно даже входить туда придется мы стараемся оставаться так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok